Друзья, в день этой выставки мы подошли на стенды двух сибирских компаний, производящих отопительное оборудование Это компания Zota и компания NK И задали им вопрос в продолжении нашего ролика о выборе твердотопленного котла для небольшого дома Конечно же, интересна точка зрения самих производителей, что они считают самым важным при выборе твердотопленного отопительного котла для небольшого дома Давайте начнем с Zota, а затем перейдем к компании NK Часто мы очень стремимся к расширению диапазона работы котла То есть любой твердотопленный котел, он работает от и там до номинала И вот чем ниже порог начальной работы, тем, можно сказать, продвинут, тем удобнее котел Потому что мы хотим взять котел с запасом, но потом запас нас бьет обухом по голове, когда на улице тепло А когда холодно на улице, нам бы этот запас захотелось И вот автоматика все-таки, все-таки, она обращает ошибки выбора То есть если вы покупаете котел с ручной загрузкой, но вы устанавливаете вентилятор и хороший контроллер, который адаптируется Тогда вы можете с чуть большим запасом купить котел, нежели вы будете использовать его без вентилятора Потому что когда котел уходит в сон, регулятор тяги бы опустил заслонку, тепло дом не требует и топливо помаленьку начинает тупать и не работает дальше Здесь все-таки есть режим продувки, когда хочешь, не хочешь, но котел для поддержания себя любимого, он будет давать импульс Ну то есть он не даст котлу завалиться в затухании? Не даст котлу завалиться, но мы где-то считали, допустим, там 15-киловаттный котел Ну, минимальная мощность с контроллером 3,5-3,9 киловатта Это очень низкая мощность Да, это очень низкая, минимальная мощность с регулятором тяги под 6 киловатт в 15-киловаттном котле Но здесь начинает уже на первый план выходить материал трубы Это важно, тут, конечно, никого самообмана быть не должно Но все-таки автоматика для котлов это уже типовой апгрейд любого котла Я вот как раз за эти шаги Причем можно подключить вот шнурочек для подключения комнатного термостата Ну так-то электрик называет сухой контакт Мы подключаем термостат, размещаем его в комнате И дальше в нормальных термостатах есть два сценария Первый сценарий – отключение горения и дальше котел сам себя защищает уже продуктами, как мы говорили И второй сценарий, который я больше всего люблю, это управление насосом То есть мы по срабатыванию термостата отключаем насос Если котел по инерции выбегает до какой-то температуры, дальше сработает аварийный термостат И он разнесет, растащит эту воду, насос включит когда нужно будет Вот это полезно Я намеренно не говорю про насосы ГВС, какие-то регулирования и прочие эти вещи Это не продается Продается как раз вот это простое и интуитивно понятно Как вот учат борьба с возражениями Основное возражение у нас часто отключают свет, это твердотопливный котел И вот здесь с точностью наоборот Если вы ставите автоматику, ставите вентилятор для управления котлом Здесь как раз при отключении света, как ни странно, более безопасная работа Почему? Потому что в первый случай регулятор тяги Ну вот допустим регулятор тяги Отключили свет, котел продолжает работать И насос у нас не подключен к бесперебойнику Котел нагревается, регулятор тяги постепенно опускает Какая инерция будет вот этого процесса? Она будет достаточно высокая, потому что регулятор тяги минуты будет отрабатывать вот эти процессы Здесь отключили свет, у нас вентилятор отключился И противовес просто роняет обратный клапан И котел на тех дрожжах, что здесь есть, на остаточном воздухе У него выбег определенный будет Я не могу сейчас сказать, будет это безопасный выбег Насколько инерционна ваша система Но это в любом случае безопаснее, чем работа классического регулятора тяги Это очевидно, просто очевидно Поэтому для меня, если говорить, какие технологии Вот сейчас рассуждать, у одного здесь заслоночка, у второго там заслоночка Мы начинаем друг перед другом менять какие-то цвета И мне кажется, что все-таки автоматизация горения твердого топлива Это, наверное, самое правильное и, как ни странно, самое простое, что можно сделать Вот в рамках вот этой вот коробки, где сжигается уголь и трон Мы пришли в гости к нашим друзьям компании НМК Сергей, приветствую! Не так давно мы на нашем канале выпустили ролик, посвященный как раз критериям выбора отопительного котла Естественно, мы уделили некоторое внимание подбору мощности Уделили внимание особенностям эксплуатации Но вот с точки зрения вас, вы производитель, на что все-таки нужно обратить внимание при выборе котла? Ну, в первую очередь, наверное, всегда человек, приходя в магазин, он смотрит, отталкивается от ценовой политики То есть от и до, что он может себе позволить Это первый момент Второй момент, на что обращают внимание То есть вид топлива, который будет использоваться То есть твердотопливный это будет котел Либо это будет впоследствии совмещенный какой-то котел Ну, допустим, работая на угле, затем ты переоснастись его на газ Ну, в этом направлении Что можно с этим котлом впоследствии сделать? Допустим, купив котел, человек рано или поздно понимает, что, ну, котел, скажем так, исчерпывает свои возможности Что можно в него добавить? Ну, хотя бы тот же элементарный регулятор тяги, да Добавить регулятор тяги, со временем купить, установить Позволит ему меньше времени уделять, подходить, меньше подходов делать Допустим, на котлы Магнум у них есть возможность установки автоматики Которая будет либо по временному интервалу, либо по температурному ворошить уголь Опять же, уменьшить количество подходов к котлу, а меньше уделять ему внимание В дальнейшем, то есть, если человек не позволяет финансовые возможности Это установка более автоматизированных котлов То есть, не полуавторман, а уже авторман Где засыпал, допустим, уголь в бункер Человек может думать проходить третья То есть, все начинается с малого То есть, сколько котлов что человек вложит финансово в котел И до, ну, обгрейд до бесконечности Либо это изначально модель, которая позволяет себе осмобеленные функции Либо это уже заранее заложенные эти функции в котел Ну и способность его удовлетворять потребности потребителя Ну что ж, спасибо, Сергей Спасибо за исчерпывающий ответ Успехов Вам в печке и котлостроении Спасибо, что посетили наш стенд Всегда рады Вас видеть Взаимно Василий Петрович, Ваша компания не принимала участие на выставке Акватем Но, тем не менее, мы с Вами там встретились С точки зрения производителя Какой же, все-таки, наверное, главный критерий выбора твердотопливного отопительного котла до дома? Ну, Евгений, смотря с какой стороны подходить Естественно, сейчас на рынке основной тренд, это, конечно, цена Надо, как бы, помнить, что цена, это, как бы, разовая, да, трата Именно на сам аппарат, который будет отапливать Ваш дом Но надо еще понимать, сколько топлива будет потреблять именно данный аппарат Соответственно, понятно, что, если нет возможности переплатить деньги То, ну да, человек берет этот топливный котел, как бы, упосредством Самый простой Но надо понимать, что это простой котел будет, как бы, сжигать топливо в разы больше Чем, допустим, полуавтоматический котел Либо на механическом регуляторе тяги, да, либо на автоматике Понятно, что автоматика дает более корректную работу котлу Соответственно, он уходит в стоп-режим, в режим тления Что, ну, как бы, очень хорошо экономит топливо Уголь, дрова, без разницы Соответственно, потом, по итогу, там, даже, ну, не скажем одного года, двух-трех лет То есть экономия будет ощутима Те средства, которые он может дополнительно потратить при покупке На вот ту автоматическую часть Ну, допустим, в сравнении с простым котлом Они, ну, будем так выражаться, размажутся по стоимости В течение длительного времени И, наоборот, сыграют на руку потребителю Так как он начнет экономить топливо Ну, конечно, и не только, как бы, он отобьет свои деньги Но он получит определенный комфорт Именно для себя То есть он не будет каждые, там, три-четыре часа Сидеть рядом с котлом И закидывать туда угли, там, либо дрова И у человека появляется, как бы, свободное время В течение, там, ну, четырнадцати, шестнадцати часов Которого он может потратить на другие задачи Ну, да, действительно, время Это самый ценный ресурс, который у нас есть Если, допустим, резюмирую То есть сейчас можно говорить о том, что Лучше выбирать котел, который позволяет апгрейдить его до полуавтомата То есть возможность поставить либо наддув Либо еще какой-то тип управления Либо дымосос Да, дымосос Либо же, в идеале, получить сразу на входе изделие Которое будет работать в фотологическом режиме Ну, конечно, конечно Для этого у нас вот три линейки Именно Ураган ПРОФ, УЛЬТРА, Д2 и ЗЕРС ТУРБО В принципе, предусмотрены модернизацией То есть они идут изначально уже с готовыми дверями Под монтаж интеллетора наддува И под монтаж панели управления То есть, если человека нет, как бы, ну, достаточных средств Он может взять котел И, допустим, спустя, там, год или два То есть докупить автоматику И, соответственно, настроить ее По автоматическому режиму работы Самое основное он поставит Отопительный прибор То есть, ну, котел в любой серии Который подразумевает модернизацию И, соответственно, уже в дальнейшем Сможет доработать, когда появятся денежные средства В нашем ролике сейчас собрались представители Всех трех компаний Котлы которых у нас участвовали В первой части выбора котла И сегодня вот мы получили ответ Компании Термокрафт И, в принципе, они не сговариваясь Вывели общую такую теорию То, что лучше обращать внимание На возможность автоматизации Процесса горения Автоматизация процесса Работы котла Так что, действительно, это перспективное направление И соглашусь с Василием Петровичем То, что время Пожалуй, время Это, наверное, самый ценный ресурс Который есть у человека Его нужно ценить И им можно управлять Вся продукция, которая Обсуждалась в нашем сегодняшнем ролике Есть на сайте компании Farnax Farnax.ru Все аксессуары по автоматизации Также есть у нас в ассортименте Обязательно заходите на сайт Обязательно заходите в магазины Farnax И, если у Вас остались вопросы Или комментарии к сегодняшнему выпуску Обязательно поделитесь с нами в социальных сетях Либо в комментариях под этим роликом Ну, а мы с Вами прощаемся До новых встреч Счастливо!